В первую очередь, конечно, заслуженная победа. Я поздравил команду. Сегодня, после предыдущего тура, где было затрачено очень много эмоциональных сил, достигнут хороший результат. Сегодня самое важное было при подготовке к матчу, чтобы у нас не было недооценки соперника и чтобы мы вышли с концентрированием с первой до последней минуты и выполняли весь тот план на игру, который мы выбрали, готовились к сопернику и реализовали его на практике. В первом тайме понятно, что нужно было какие-то определенные моменты использовать таким образом, чтобы постараться забить. Было несколько хороших эпизодов, где мы могли отличиться в игровых моментах, но реализация подвела. Володя промазал с выгодной ситуацией головой. Вовремя оказали давление в концовке первого тайма и с пенальти повели в счете. Конечно, гол забитый до перерыва, он дает такое психологическое, стратегическое преимущество команде, вдохновение дает. И, естественно, во втором тайме я попросил ребят ни в коем случае не довольствоваться тем результатом, который есть после первого тайма 1-0 вели и постараться развить свое преимущество для того, чтобы перевести игру, скажем так, в более спокойное русло и довести ее до логического конца. И здесь все шло таким образом, что и раскрылась игра, и соперник, зная Юрия Ощепунтуса как тренера, который не будет никогда уповать только на контратакующую модель игры, команда будет раскрываться, играть смело. И здесь Нафтан тоже был опасен в некоторых контратакующих своих действиях, но мы неплохо справлялись с этим. То есть таких прям, чтобы угроз довести и опасность у наших ворот, конечно, мы не позволяли этого. Но вот как мы реализовали свое преимущество уже во втором тайме, и счет стал 3-0. Вот здесь у нас в концовке, да, немножко случился сбой, конечно, в этом плане. И не то, что я как тренер, конечно, я как тренер недоволен этой ситуацией, что мы ведем со счетом 3-0, и мы отдаем инициативу сопернику, соперник еще забивает нам гол в концовке второго тайма и подает там около 5-6 угловых. То есть это, по сути, несет опасность, да. И я, конечно, ребят всегда призываю играть со стартового свистка и до финального свистка, пока арбитр не даст финальный свисток играть до конца с полной концентрацией. Вот здесь немножко, да, есть в этом плане разочарование. Но, опять-таки, разочарование – это хороший повод для того, чтобы, когда будем разбирать эту игру, сделать, скажем так, такие корректировки, поговорить с командой, чтобы такие вещи в дальнейшем не допускались. Ну, а так, в целом, если брать игру, то реализация моментов, которые мы забили во втором тайме и в первом пенальти Артем Беков использовал, да, и плюс еще было достаточно много голевых ситуаций, особенно на встречных курсах, когда игра пошла. Вот, наверное, могли и больше забить, но, тем не менее, еще раз говорю, что в первую очередь заслуженная победа и идем дальше.